Всем добрый день! Сегодня настало время меня пересадить эустому. Долго я ждала этот момент, когда уже смогу из торфяных таблеточек пересадить ее в стаканчики. Хочу это сделать сейчас, потому что вижу, что уже в торфяных таблеточках уже мало питания. Как могла она немножко выросла, и сейчас я ее пересажу. Все-таки хочу попробовать ее вырастить, поэтому буду продолжать. И подготовила я, соответственно, ей землю. Сейчас покажу состав земли, какой я ей сделала. Итак, земля. Как я уже говорила, я всегда использую вот такой универсальный грунт теравита живая земля. Всегда он мне нравится, всегда очень удачный. Так как он уже содержит в себе перлит, здесь вот видно, перлит уже есть. Поэтому я добавила сюда немножко песка вермикулита. Также добавила вот такой торфогрунт. Выбрала его тоже я смешиваю вместе в этот состав. Осталось мне сейчас только добавить золы. Это древесная зола, которую я еще по осени привезла с дачи. И я ее добавляю в рассаду, в землю. Ну вот. Торф, земля, вермикулит, песок и зола. Сейчас все это перемешаю. Я напомню, что у меня четыре сорта было посажено эустомы. Вот такая кармен. Сливовая такая. Малиновая пикоти и желтенькая. В принципе, взошли каждый вид. Может быть, один вид взошел похуже, но взошли. Очень надеюсь, что они еще вырастут и зацветут. Я увижу их цветение. Ну а сейчас я из этих таблеточек буду пересаживать. Я взяла такие горшочки со съемным дном. Мне удобно в них ими пользоваться. Поэтому и подписала, соответственно, по номерам, как они здесь указаны. Так как у меня все-таки они очень маленькие. Я их и поздно очень сажала. Очень поздно. На два месяца, наверное, позже, чем, в принципе, их обычно сажают. И поэтому буду сажать по два таких вот. По две штучки. В один горшочек буду сажать. Ну, в принципе, мне и хорошо по два посадить вместе, потому что, учитывая, что у меня сейчас рассады много овощей, и ее нужно уже скоро тоже пересаживать, потому что сейчас, ну вот, любой сейчас, если взять, то уже даже пикированные уже в такие стаканчики, уже во все корни видны. И поэтому уже нужно скоро пересаживать еще в больший объем. И куда же тогда это все ставить? Надо тогда сразу уехать на дачу, сажать парник. Я буду убирать вот эту оболочку обязательно. Сейчас на меня светит так ярко солнышко, но я не хочу закрывать. Мне, наоборот, нравится, потому что солнышко у нас редко бывает. Это такая радость, что никак не хочу его закрывать. Шторами пускай радует. заряд энергии. не все так получается, как я экспланировала. Оказалось, что несмотря на то, что они такие маленькие, у них очень даже большие корешки, и мне не получится посадить по две штучки в один стаканчик. Мне пришлось дополнительно взять такие стаканчики, прорезала здесь дырочки, чтобы дренаж был, и подписала, соответственно, по номерам. Поэтому придется мне сажать по одному. Вот сейчас покажу. Например, вот я взяла полностью таблеточку, то есть ничего не убирала, поэтому вот видно здесь корешочки беленькие, хотя вот совсем такая малюсенькая. И вот так вот целиком я сейчас прямо вот эту таблеточку так и посажу в горшочек. Так что две нереально получается. Конечно, там, где корешки проросли сквозь таблеточку, я ничего не буду удалять, конечно. Посажу прямо так, корешки хорошо проросли, все, они будут так расти дальше. Я распикировала вот эти три эустомы. У меня остался четвертый вид. Это желтенькая эустома. Ее у меня четыре штучки. Сейчас я посажу. Подписан горшочек. Делаю углубление такое. И сажать буду целиком, полностью. Здесь даже, если у маленьких корешочки прорастают, то у такой точно уже проросли вот такие корешки, поэтому посажу. И с краю подсыплю. Тоненькой лопаточкой очень удобно. Подсыпаю земли со всех сторон. Таблетки у меня влажные, потому что я их поливала. Они хорошо пропитаны водой. Поэтому сегодня я не буду поливать. Потом посмотрю, по мере посыхания почвы, я обязательно пролью. В принципе, я приготовила воды. Добавила чуть-чуть хлорелла туда. Но вижу, что у меня таблетки очень влажные. Аккуратненько приминаю землю со всех сторон. Смотрю, что будет цветочка. Все здесь. Влазим при аккуратненько. Все. Здесь корешочков не видно. Сейчас аккуратненько. Ну, вот видно, снизу есть корешок. Я аккуратненько наторву, посмотрю, если они будут выходить аккуратно из ткани. Да, они только начали появляться, поэтому еще не прошли сквозь ткань, поэтому я аккуратненько сниму эту оболочку и так целиком пересажу. То есть, вот видно, они никак не могли пробиться сквозь ткань. поэтому и так же со всех сторон. и так же. Это вот здесь. И так же все. И так же. И так же. У меня последняя эустола. Также по краям добавлю земли. Слегка здесь тоже вот так утрамбовываю. Чтобы не было пустоты. 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 Пустоты.